Ну что ж, друзья, в этом видео я предлагаю закрепить этот прием, который вы выучили, который называется сдвиг, и показать, выучить точнее первый фокус, где используется этот прием. Итак, погнали! Раскладываем карты перед зрителем, зритель берет, запоминает любую карту, к примеру, он выбирает вот эту вот карту. Мы начинаем тасовать, зритель нас в любой момент останавливает, устанавливает, убирает карту сюда, мы все это дело затосовываем. И теперь для того, чтобы найти карту зрителя, я воспользуюсь помощью своих маленьких помощниц. Это у меня четыре двоечки. Четыре маленьких таких неразлучных двоечки, безобидных. Так, вторая двойка, третья двойка и четвертая двойка. Именно эти маленькие помощницы сейчас будут помогать искать вашу карту. Но, для того, чтобы они смогли помочь, вам необходимо запомнить последовательность, по каким мастям будут идти двойки. Итак, запоминаем. Сначала у нас идет крести, потом у нас идет пики, потом у нас идет буби, завершает все черви. Запомнили? Окей, давайте еще разочек. Черви, буби, пики. И завершает все что? Вы думаете, что крести? Но нет, завершает все ваша карта. Вот такой вот прикольный фокус, друзья, который основан именно на приеме сдвига. Ну что ж, теперь давайте перейдем и посмотрим обучение этому фокусу. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, как выполняется фокус тест на наблюдательность. Фокус этот несложный, в нем используется всего лишь один прием, который называется сдвиг. Итак, значит, сам процесс фокуса. Мы даем зрителю выбрать любую карту. К примеру, он берет вот эту. Запоминает ее. У нас король крести. Мы начинаем тасовать. Он в любой момент нас останавливает, говорит стоп. Говорит стоп. Мы ему предлагаем убрать карту в середину. Короля он кладет сюда. И мы типа затасовываем его в середину. Но на самом деле мы, конечно, сделаем инжок. Завершаем тасовочку. Затем с помощью инжока я вывожу этого короля наверх. И потом перевожу его вниз. Король у меня внизу. Далее мы поднимаем карты так, чтобы зритель не видел нижнюю карту. Чтобы зритель смотрел на рубашки. И начинаем говорить, что для того, чтобы найти твою карту, нам понадобятся мои маленькие помощницы. И это 4 двойки. То есть я начинаю искать 4 двойки. 1 двоечка. 2 двоечка. 3 двоечка. И 4 двоечка. То есть я нахожу 4 двойки. Далее я, значит, когда подравниваю, короля сразу же беру на брейк. Двойки забираю. Кладу их вниз. И вместе с королем забираю отсюда. То есть у меня сейчас вот 4 двойки и король. Далее мы забалтываем немного зрителя. Говорим, что следи за последовательностью мастей. Да, так как она как бы потребуется для того, чтобы найти твою карту. Итак, мы показываем, значит, карты. Помним, что король у нас лежит самая верхняя. Карта зрителя самая верхняя. Значит, показываем. Говорим, смотри, у нас идет черви. Потом у нас идет буби. Далее я делаю сдвиг одной карты. И вот эти две карты беру как одну. Но здесь у меня король. Кладу, говорю, пики. И крести. Собираю. Запомнил? Да, запомнил. Я говорю, итак, он говорит, крести, да? Все правильно. Потом он говорит, пики, да? Все правильно. Потом я снова делаю сдвиг двух карт. И вот эти две карты верхние беру как одну. То есть у меня здесь две двойки. Я беру как одну, переворачиваю так же. Говорю, буби. И ногорит черви. А здесь нет. Здесь не черви, а ваш король. Итак, еще разочек. Король лежит у нас сверху. Зрителю мы говорим, следи за картами, да? Потому что... Следи за последовательностью мастей. Потому что сейчас нам это потребуется. Чтобы узнать твою карту. И пошли. Двойка, буби, двойка, черви, двойка, крести, двойка, пик. Запомнил? Да. Итак, какие? Двойка, пик. Есть. Далее двойка, крести. Есть. Далее двойка, черви. Есть. И завершает все твой король. Да, будьте, конечно, внимательны чуть-чуть, когда карты выкладываете. Чтобы во время вот этого выкладывания... Чтобы во время вот этого выкладывания вы положили именно две карты как одну. Чтобы они вот чуть-чуть вот так вот не разъезжали Чтобы они вот именно так вот ровненько лежали И старайтесь следом на нее кинуть карту и сразу же собрать Потом уже в следующий раз Раз, два, три также аккуратненько И над ней вот потом уже показывайте этого четвертого короля Вот такой вот прикольный фокус, друзья мои Думаю, он вам понравится И вы его возьмете к себе в арсенал Этот фокус с приемом сдвиг Что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк Подписывайтесь на канал Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте И подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов Все фокусы там бесплатные, но редкие, которые вы редко встретите в интернете Ну что ж, на этом все, пока